В данном видеоролике мы посмотрим на самые старые модификации для всех платформ сталкера. В выпуск будут взяты лишь более-менее играбельные и популярные модификации. Я надеюсь, что пока я говорил, ты уже поставил лайк и подписался на канал. Спасибо! Первая модификация на очереди будет народная солянка 10-го года. Конечно, есть и более новые версии, где добавлений будет больше. Например, солянка 16-го года и 18-го. Но тематика ролика совсем другая. В своё время, когда я только начинал играть в сталкер, в этот мод я играл ещё с диской. И честно говоря, у меня получалось это с трудом. Так как в сталкере я почти ничего не понимал. А начинать знакомство с солянкой не самое разумное дело. Сам мод добавляет более 30 локаций в игру, что делает её в разы масштабнее. На тот момент времени это был прорыв. Добавили более 10 мутантов и 12 группировок. Вообще, мод был предназначен на любителя, ибо множество квестов без гайда никак не пройти. Специально для этого даже создавали группу во ВКонтакте. Солянка та модификация, в которой каждый человек найдёт что-то для себя. Но при этом придётся немного помучиться. Путь во мгле. Каждый человек, кто играет в модификации, хотя бы раз слышал об этом легендарном моде. Вышел он в 2014 году. Мод можно и нужно называть культовым. Ведь сюжет в нём просто потрясный. При прохождении вы будете получать кучу различных квестов и заданий. Множество из них не похоже на друг друга, что разнообразит ваш геймплей. Второй немаловажной особенностью моды является добавление новых локаций, сделанных разработчиком с нуля. Это Мёртвый город, Лаборатория X5 и Бункер. Также разработчики не поскупились и на новые модельки с анимациями. SGM 2.0 Этот мод является усовершенствованием предыдущей версии. Суть самого мода заключается в переписывании старого сюжета на новый. Добавили кучу ключевых персонажей, у которых для вас появились новые задания. Разработчики постарались и над организацией игровых сцен, смотреть на которые вы будете по мере прохождения игры. Начинать теперь вы будете не с Затона, а с блокпоста на кордоне. Добавили модернизацию артефактов, новые природные явления, например затмения. Кстати, совсем недавно вышла адаптация Ганслингера к этому моду. Обзор данной модификации вы также можете посмотреть на моём канале, перейдя по аннотации выше. Этот мод добавляет набор модификаций для игры Сталкер Звов Припяти, который изменяет и расширяет стандартную систему погоды, делая её более реалистичной и разнообразной. Думаю вы уже догадались. Имя этой модификации Атмосфер 3. В современных сборках без него никуда. Все мы знакомы с Псиштормом, радиоактивными осадками. Все эти вещи взяты именно из этого мода. Вышел он, кстати, в 2011 году, что сильно удивило меня, ибо я думал, что мод вышел примерно в 2015. Пожалуй, одним из самых культовых модов тех времён по праву можно считать Тайные Тропы 2. Это совершенно новая предыстория оригинальной версии Тени Чернобыля. Модификация претерпела множество изменений. Обновление выпущено с целью исправления массы ошибок и сюжетных затыков, а также чтобы более плотно раскрыть основную сюжетную линию. Мод добавляет множество и других изменений, например, новые мутанты, озвучку почти всех неписей, новые саундтреки. В этом году вышла адаптация этого мода на движок OGSR, что значительно улучшило графическую составляющую, оптимизацию. Поэтому, если вы ещё не проходили этот мод, то советую начать именно с обновлённым игровым движком. ОГСЕ 0692 Ещё один легендарный мод, обновление которого вышло относительно недавно. Он является продолжением линейки. В этой версии появилось множество различных изменений. Но так сказать, направлением главного удара была доработка всего нового в прошлых версиях. Проведение работы над повышением стабильности, что конечно же без сомнения удалось разработчикам. Если вы хотите перепройти тень Чернобыля, то советую начать именно с этой модификации. Это самое лучшее дополнение для тени Чернобыля. Но конечно эти слова про более старшую версию, а именно OGSR. Массовое преображение, которое направлено на то, чтобы добавить глубину в реализм. Вызов и погружение в игровой процесс с новыми функциями. Широким расширением большинства аспектов и радикальными изменениями в соответствующем содержании оригинальной игры. Все эти слова про мизери. Этот мод построен на платформе Зова Припяти, целью которого является улучшение игры в различных ее аспектах. Самое главное это качество текстур, хардкор и внутриигровая механика. Конечно сейчас на замену этой модификации пришел ДТР от тех же самых разработчиков. Но все-таки эта модификация взяла переносы среди хардкорного геймплея. Патроны в этой модификации большой дефицит, а оружие иностранного производства попадается очень редко. Импортные стволы можно лишь приобрести на заказ, и то с большим ценником. Имя этой модификации – вариант Омега. Действие происходит примерно через месяц, после событий Зова Припяти. Главный герой Кайдановский, он же Кайдан, является сотрудником частного сысканного агентства Омега. Он как раз находился в отпуске, когда в первый день осени 12-го года ему позвонило руководство и сообщило, что будут его ждать в баре, который находится в одной из деревень неподалеку от зоны отчуждения. А что будет дальше, должны будете узнать именно вы. У моды есть и более старшие собратья, открывающие сюжет дальше, но об этом в следующих роликах.